Прямо сейчас поведу о том рассказ, каким был футбол СССР в период правления Юрия Андропова и Константида Черненко, что вместило в себя период с конца 1982 года по начало 1985. Чем жил в это время советский футбол, его достижения и провалы, и как в очередной раз вмешательство политики в спорт поставило крест не только на олимпийских надеждах 1984, но и на чемпионате мира 1990 года. Этот материал делаю без интернета, только имеющимися под рукой материалами, исключительно по памяти. Поехали! 1983 год среди советских любителей футбола вызвал двоякое впечатление. На первом плане неудача сборной СССР под руководством Валерия Васильевича Лобановского, когда, уже казалось, она одной ногой в финальной части чемпионата Европы 1984 была. Сезон главная команда страны проводила на хорошем уровне, без поражений. Товарищеские матчи, все в гостях. Франция 1-1, Швейцария 1-0, Австрия 2-2, ГДР 3-1, Герта Западный Берлин 2-2. Но главным, конечно же, был отборочный турнир на Евро 1984, который шел строго по плану старшего тренера сборной союза. После разгрома Португалии в Москве, 5-0, удалось вырвать очко в гостях с поляками, 1-1. Советская пресса так и писала, теперь ничья в нашу пользу. Подразумевая нули годом ранее на испанском чемпионате мира 82, которые вывели Польшу в полуфинал, теперь же 1-1 давали советской сборной прекрасные перспективы на первое место в группе. Они еще больше увеличились, когда в гостях была обыграна неуступчивая Финляндия, 1-0, а потом осенью и Польша в Москве 2-0. Но ведь и Португалия, кроме московского разгрома, шла по отбору очень уверенно, выиграв все остальные матчи, в том числе и решающий поединок, который состоялся 13 ноября 1983 года в Лиссабоне. Да, команда Лобановского играла от обороны, надеясь удержать устраивающую ее ничью. Все решил пенальти, ошибочно назначенный французским арбитром Конрадом Ворота Досаева за нарушение правил, которое произошло до Советской штрафной площади. Что и признал после матча сам арбитр, за что ему влетело от УЕФА, так как судьи не имеют права комментировать свои действия после матча. Но, как бы то ни было, сборная СССР осталась вне чемпионата Европы, где была уже одной ногой. Не хватило характера на решающий поединок. В итоге Лобановского выперли из сборной с формулировкой невозможности больше занимать столь высокий пост, а главную команду страны в 1984 году возглавил Эдуард Малафеев, наставник олимпийской сборной, которой в начале отбора олимпийского футбольного турнира в американский Лос-Анджелес довольно успешно рулил Сальков. Болгария в Софии 2-2, Греция в Москве 3-0. Но в августе, после проигранного товарищеского матча первой сборной Лобановского 2-4, Салькова отстранили от руководства олимпийской сборной, пришел Малафеев в августе 1983 года и пять очков из шести возможных в осенних матчах отбора. В гостях Венгрия 1-0 и Греция 3-1, в Москве Болгария 0-0. В отборочной группе наверху турнирной таблицы плотность была очень высока. Болгария, например, не проиграла ни одного матча с одной победой в активе. Как раз неуступчивость болгар и сыграла позитивную роль для советской сборной. Венгрия, не сумев одолеть дома Болгарию весной 1984 года, теперь должна была не просто побеждать в Москве СССР, а обязательно с разницей в два мяча, но удалось забить всего один. Причем вышедший на замену Виктор Грачев из Донецкого Шахтера оживил игру в атаке и команда Малафеева была ближе к ничьей, нежели к тому, чтобы пропустить второй. 0-1, что вполне устроила СССР. Только вот радовались недолго, в московском Кремле решили ответить США бойкотом их Олимпиады за Москву-80. Как заведено в таких случаях, в советских средствах массовой информации пошла антиамериканская истерия, и формулировка бойкота выглядела, что СССР отказался от участия в Олимпийских играх из-за невозможности обеспечения безопасности жизнью советских спортсменов. Хотя большинство населения Союза прекрасно понимало, что это просто ответка за бойкот с западом Московской Олимпиады-80. Плюс, что американский президент Рональд Рейган в 1983 году назвал СССР империей зла. Как водится, волю своего кремлевского хозяина выполнили почти все его восточноевропейские сателлиты, кроме Румынии, которая проводила свою международную политику, часто идущую вопреки указаниям из московского Кремля. Но я веду речь про советский футбол. Так вот, из-за поспешного решения не пущать на Олимпийские игры 84 в США сборную СССР, пострадала не только футбольная Олимпийская сборная Малафеева, которая могла блеснуть на первом турнире, куда были допущены профессионалы, но и весь футбол Союза. Все дело в том, что СССР был главным претендентом на проведение чемпионата мира 1990 года. По тайному голосованию, за пару недель до голосования официального, Союз опережал Италию на 4 голоса, 8 против 4, плюс воздержавшиеся. Но как только кремлевские старцы объявили олимпийский бойкот, расклад сил тут же кардинально поменялся, и Италия уже уверенно выиграла голосование и стала хозяйкой Мундиаля 1990 года. Но на этом жизни заканчивалась футбольная в том числе. Сборную СССР принял Малафеев, товарищеские матчи внушали оптимизм, Финляндия в гостях 3-1, Англия на Уэмбли 2-0, Мексика в Ленинграде 3-0. И каким же обухом по голове были два стартовых поединка на чемпионат мира 1986, Ирландия 0-1, Норвегия 1-1, когда удалось уйти от поражения за 15 минут до конца благодаря голу Геннадия Литовченко из Днепра, нового лидера советского клубного футбола. Времена Андропова и Черненко выделялись тем, что привнесли свежий ветер в клубный футбол СССР. Два года подряд имели новых чемпионов, которые в упорной борьбе обходили московский Спартак. Сначала это был наш украинский Днепр в 1983, потом ленинградский Зенит в 1984. Причем все это происходило на фоне повышения общего уровня советского чемпионата. Яркое тому доказательство. Два года подряд по три советские команды пробивались в Евровесну. Причем во всех трех евротурнирах. Небывалый для досерия, для СССР успех. Правда, высшее полуфинало Кубка Кубков 1985-го в московское Динамо пробиться никому не удалось, но это я уже забежал наперед в горбачевские времена. Приятен вдвойне был тот факт, что кроме динамовцев Минской, Москвы и Спартака, свежую струю на международной арене поддержали и два представителя Украины. Донецкий Шахтер в Кубке Кубков 1983, как обладатель Кубка СССР, где был обыгран еще один украинский клуб Харьковский Металлист и Днепр в Кубке Чемпионов 1984. Здесь еще нужно подметить, что впервые в истории советского клубного футбола его представители смогли отыграть гостевые гандикапы в два мяча. Причем сделали это в главный для СССР день 7 ноября 1984 года. Так вот, в этот день Днепр отыграл 1-3 у болгарского Левский Спартак, тогда очень крепкого соперника 2-0, с пенальти, которое отразил Сергей Краковский. Решающими стали пенальти и в противостоянии Минского Динамо с португальским Спортингом, которые обменялись домашними победами по 2-0. Точнее, серию послематчевых пеналлей пробили белорусы. Радости тогда было изо днепр и за Минское Динамо выше крыши. Про теперешнее время ничего не говорю, все и так все без меня видят. Правда, каждый со своей колокольни. Украинцам мужества и терпения. С вами был Саныч, до новых встреч!